В Казанском университете отметили День иностранного выпускника. Его душа – котенки. Ученые КФУ разработали инновационный ЗОО-шампунь. Стартовала летняя смена в летнем лагере Казанского федерального университета Discovery English. Всем привет! В эфире Универ Ньюса в студии Елизаветы Никитина. Делегация Казанского федерального университета отправилась в Екатеринбург на выставку Иннопром, где представила выставочный образец беспилотного трактора. Напомним, что данный проект реализуется Институтом вычислительной математики и информационных технологий совместно с МТЗ Татарстан. В Казанском педагогическом колледже состоял заседание Комитета госсовета Республики Татарстан по образованию, культуре, науке и национальным вопросам. Все подробности встречи узнавала Алина Красильникова. В Казанском педагогическом колледже состоялось выездное заседание Комитета государственного совета Республики Татарстан по образованию, культуре, науке и национальным вопросам. Перед тем, как начать заседание, директор Анфиса Залялова провела экскурсию по учреждению в целях ознакомления с деятельностью Казанского педагогического колледжа. Основным достоянием стал Музей истории педагогического образования в Республике и ресурсный центр, с помощью которого реализуется программа дополнительного образования для детей раннего и дошкольного возраста. Буквально на днях президент Российской Федерации Владимир Ильич Кузьмин объявил по проведению в 2023 году в Российской Федерации года педагогов и наставника в целях признания особого статуса педагогических работников. Обеспечение системы образования кадрами, повышение статуса педагогов всегда на особом внимание в нашей республике. На это обратил внимание президент Республики Татарстан Кусан Магалевич Мениханов в своем послании в 2021 году. Сегодня мы обсуждаем актуальную ситуацию по этому вопросу. В рамках визита участники заседания поднимали вопросы о мерах по обеспечению педагогическими кадрами дошкольных и общеобразовательных организаций в Республике Татарстан. Выступающими стали работники разных государственных учреждений. В их числе был и исполняющий обязанности ректора Дмитрий Таюрский. Он рассказал о динамике приема студентов, обучающихся по педагогическим направлениям подготовки. В настоящее время 11 тысяч, а это 22% всех студентов у нас обучаются в педагогической профессии. Это связано как с ростом популярности профессии учителя, так и с увеличением количества бюджетных мест, выделяемых по данному направлению федеральным центром. Очевидно, что федеральный университет работает не только на региональный, но и на окружной рынок труда. При этом Казанский университет стремится к интенсивной работе с республиканскими органами власти для удовлетворения запроса республики. Одним из таких примеров последних лет стало открытие программ би- и полилингвальной подготовки, о чем говорил Андрей Иванович. По итогам заседания председатели наметили план работы Комитета Государственного Совета Республики Татарстан по образованию, культуре, науке и национальным вопросам на третий квартал 2022 года. В нем будут отражены все обращения и программы, развивающие конкурентоспособность образовательной системы. Алина Красильникова, Хафиз Гараев, Универньюз. В Казанском университете прошел выпускной иностранных студентов. Все подробности далее в нашем сюжете. 5 июля прошло награждение иностранных выпускников Музея истории в главном здании Казанского университета. В этом году выпускниками подготовительного факультета стали 1143 человека. Это честь и для нас, и для вас находиться в этих стенах. Я уверен, что вы с гордостью будете носить имя выпускника Казанского федерального университета и делать максимум для того, чтобы развивать страну, в которую вы вернетесь свою родину, для того, чтобы прославлять свою семью и одновременно прославлять имя Казанского федерального университета. Студенты отметили, что учиться было непросто, но интересно. Ребята проявили себя в социальной, культурной, образовательной, научной сферах. В дальнейшем некоторые выпускники планируют продолжать учебу в КФУ, а некоторые уедут к себе на родину и там продолжат свое обучение. Мне очень понравилось учиться здесь, в КФУ. Мне очень понравилось. Я знакомила с многими друзьями, одногруппниками. И мне очень понравилось. И также мне понравились мероприятия, которые были в КФУ, как, например, День Африки, в котором я показала культуру из Мозамбика. И, например, танец, наши блюда, наши традиционные одежды. Ассоциация иностранных студентов возобновляет свою работу с сентября текущего года. Казанский федеральный университет активно поддерживает иностранных студентов. Телефоны для справок абитуриентам вы можете видеть у себя на экране. Тагмина Мадатова, Александр Фирсов, Универньюз. Ученые Казанского федерального университета разработали уникальный зоошампунь. Почему он может вытеснить с рынка существующие аналоги, узнаете в следующем сюжете. Большой проблемой для любого владельца домашних животных становится сезон активности различных паразитов, в особенности клещей. Защитить питомца можно разными способами, в том числе используя специальные препараты и шампуни с активными веществами. Однако у всех этих средств есть один большой недостаток. Препарат после использования циркулирует в кровотоке животных и вредит их здоровью. Средств, которые комбинировали бы как противомикробные, так и аккорицидные свойства и при этом никак не отразились бы на здоровье питомцев, на прилавках магазинов попросту нет. В сентябре 2020 этим вопросом активно занялись ученые Казанского федерального университета. Они разработали уникальный зоошампунь. Наше активное вещество, во-первых, многокомпонентное, в первую очередь оно также эффективно в отношении бактерий. То есть, как мы знаем, кошки, собачки любят гулять и у них может какое-то инфекционное заболевание появиться. То есть они бьют бактерий, грибки. Как мы знаем, что у нас часто встречается лишай у собак, например. То есть это как раз-таки вызывает дерматофитный грибок, это заболевание, трихофитон ребрум. То есть он действует против грибков и также против клещей. Акорицидное действие подразумевает в себя то, что он убивает полностью паразитов. Исследования ученых проходили совместно с Казанской государственной медицинской академией, а также при содействии Казанской ветеринарной академии. Испытания препарата проводились на животных и показали высокие результаты. Их токсичность изучена полностью. То есть они относятся к нетоксичным, к умеренно-токсичным препаратам. То есть они безопасны. В том числе, естественно, они безопасны и для окружающей среды. Более того, хочу отметить, что наш активный компонент действует в очень низких концентрациях. Что, в свою очередь, также вносит вклад в его безопасность. В дальнейшем зоошампунь можно будет использовать как на фермах, так и в домашних условиях. Продукт может стать лидером на международном рынке. В планах запуск производства первой партии зоошампуня на базе Казанского федерального университета. Маргарита Михайлова, Александр Фьесов, Универньюс. Стартовала летняя смена в летнем лагере Казанского федерального университета. Дискавери Инглиш. Какие образовательные интенсивы ждут школьников со всей России, расскажем в сюжете. Лагерь английского языка «Дискавер Инглиш» — это образовательный проект Казанского федерального университета для школьников, в основе которого лежит концепция интерактивного, практикоориентированного и увлекательного обучения. Смена 2022 года стартовала 3 июля и продлится неделю. В рамках лагеря запланирован 21 час академического английского, а также 28 часов познавательной программы, что поможет усвоить грамматику языка и азы синхронного перевода. В программе смены успешно совмещены занятия английским, практика общения с носителями языка, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ, а также культурные и спортивные мероприятия. «Дискавер Инглиш» базируется на основе Казанского федерального университета. Таким образом, основной состав преподавателей вожатых – это педагоги и выпускники Института международных отношений. Мы создаем программу, в первую очередь, такую, которая помогла бы ребятам сдать экзамены по ОГЭ, ЕГЭ и также прокачать свой английский. То есть у них интенсивно идут занятия по английскому языку до обеда. Затем мы уже выезжаем в университет и каждый день мы посещаем то направление, которое могло бы им показаться в будущем интересным. Потому что язык – это, прежде всего, инструмент. А к какой профессии, к какому делу его приложить, к какой области уже ребенок, наш будущий студент, должен понять для себя заранее. Помимо общеобразовательных дисциплин, преподаваемых в лагере школьникам, также представлена насыщенная культурная программа. Ребята посещают лаборатории Казанского университета, а также знакомятся с процессом обучения в одном из старейших вузов страны. 4 июля лагерь Discover English посетил симуляционный центр Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета. Школьникам провели обзорную экскурсию по доклиническому инновационному комплексу, в которой рассказали об особенностях виртуальной больницы. Следом за этим ребята отправились в Институт физики Казанского федерального университета, где им продемонстрировали основные лаборатории, рассказали об истории учебного заведения и показали интересные эксперименты. Немало важно то, что повествование и беседа с ребятами шла исключительно на английском языке. Программа очень насыщенная, вообще нет времени отдыхать. Это мне очень нравится, потому что все время что-то происходит, очень интересно, насыщенно. У нас есть уроки по английскому, и там именно академически английский мы подготавливаемся к ЕГЭОГ, изучаем какую-то интересную лексику, какие-то грамматические правила. Также вообще вся программа, что происходит на английском языке, что очень интересно, увлекательно, прям как-то уже начинаешь думать по-другому, все, переходит в формат английского языка, это интересно. Лагерь английского языка Discover English существует с 2016 года. За период этого времени лагерь помог множеству школьников со всей России подтянуть язык, определиться с будущим выбором направления и просто подарить друзей и наставников на долгие годы. Карина Саяхова, Фарид Захитуглы, Тимур Табаров, Универньюс. Завкафедры квантовых оптических технологий, профессор Института физики Казанского федерального университета Алексей Калачев избран членом-корреспондентом Российской академии наук по специальности квантовой технологии. Отметим, что с прошлого года доктор физико-математических наук, заслуженный деятель науки Татарстана, также возглавляет федеральный исследовательский центр «Казанский научный центр РАН». Стали известны результаты ЕГЭ по обществу знанию и информатике. Среди выпускников-лицеистов Казанского федерального университета есть те, кто набрал максимальный балл. Выпускница СУНС-АйТи-лицея Далина Алимова получила высший балл по единому государственному экзамену сразу по двум предметам – математике и информатике. Еще двое выпускников этого лицея получили высший балл ЕГЭ по информатике – Роман Гуров и Артур Лукьянов. На этом все. В студии была Елизавета Никитина. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин